Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Поговорим о русофобии. Сегодня русофобию связывают с антисоветизмом и либерализмом, однако эта связь чисто ситуативная. Исторический анализ показывает, что русофобия всегда была частью любой идеологии агрессивных геополитических оппонентов России. Будь то католический празелитизм или польская великодержавность, французский бонапартизм и шовинизм, британский империализм или немецкий фашизм. 21 век пишет свою историю, в том числе и историю современной русофобии. Сегодня в нашей студии авторы книги «Русофобия. Костяная нога западных элит» Михаил Лупашко и Борис Шаповалов. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос. Почему именно эта тема оказалась в поле зрения или в фокусе внимания ваших писательских талантов? Почему именно к этой теме решили обратиться? Михаил! Дело в том, что в последнее время, особенно последние месяцы, даже не будем говорить годы, как-то ситуация в нашей стране, особенно в средствах массовой информации, аффилированных так называемой проевропейской коалиции, стала нагнетаться некая волна нездорового такого отношения к России, к тому, что Россия ведет свою самостоятельную внешнюю политику. Как и каждое государство, в соответствии. Да. Мы помним отлично начало 90-х 20-го века и те всплески, казалось бы, совершенно нерациональной русофобии, которая тогда проявлялась на каких-то митингах, звучала из уст новоиспеченных политиков. Мы помним, что ничего хорошего тогда это не дало, а во многом послужило и разогреванию, и разжиганию, и началу Приднестровского конфликта. И опасение такого толка, что сегодня мы переживаем какое-то дежавю, но уже в некоем серьезном геополитическом контексте, потому что я уверен, что наши горе-правители никогда бы не осмелились поднимать голос на большого геополитического игрока, тем более разжигать страсти внутри нашей маленькой многонациональной страны, страны, не преодолевшей последствия Приднестровского конфликта, если бы они не выполняли некое скрытое, а порой открытое задание тех, кто их курирует, тех, кому они хотят быть своими сукиными сынами. Помним мы эту замечательную историческую фразу. И поэтому мы решили разобраться в том, что касается русофобии, не как проблемы между какими-то этносами, у которых накопились исторические вопросы друг к другу, что бывает естественно, мы видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, а как некой политической доктрины, которая всякий раз извлекается из идеологического арсенала западных элит, когда им нужно создать образ врага. Понимаю. Борис, на ваш взгляд, русофобия, насколько она все-таки разъела внутреннюю и внешнюю политику нашего государства? Насколько она является частью политического состояния сегодняшней страны? Да, вы знаете, вот как раз наша книга появилась именно в связи с этим моментом, то, что русофобия стала очень ярко проявляться в нашей внутриполитической жизни, и в том числе, естественно, во внешней политике. Это очень ярко видно, вот последние годы особенно. Ну, я сразу хочу подчеркнуть один момент, да, что я здесь разделяю власть, вот, которая сегодня управляет Республикой Молдова, я имею в виду проевропейское, вот это большинство парламентское и правительство Филиппа, вот, и разделяю молдавский народ. Почему? Потому что молдавскому народу русофобия никогда не была свойственна, потому что Молдова всегда была многонациональной страной, здесь всегда жило очень много этносов, и сегодня мы, это и молдаване, и украинцы, и русские, и гагаузы, болгары, и еще порядка 70-80 представителей других национальностей, которые проживают в Республике Молдова, мы всегда жили, скажем так, в многонациональном, многоконфессиальном мире. То же самое, как и в Российской Федерации. Вот это нас объединяет. А вот со стороны нашего сегодняшнего правительства, со стороны нашей, скажем, парламентского большинства, последние где-то года полтора-два появился очень ярко выраженный крен, такой тренд на заказную русофобию, да, опять-таки. Потому что, видимо, это происходит под давлением западных каких-то кураторов, спонсоров, американских так называемых партнеров. Эта тенденция, она сегодня общемировая. Она всегда появляется тогда, когда Россия усиливается, тогда, когда Россия становится самостоятельной, когда мировым игрокам, ну, не удается как-то вот манипулировать Российской Федерацией, да. И вот сегодня мы это ярко видим. Потому что был период, допустим, с 1990 года до 2000, даже до 2005-2006, да, годов где-то, когда Запад Россию уже после развала Советского Союза как бы не воспринимал. Ну, все, развалились Советский Союз, теперь будем добивать. Началась война на Кавказе, Чечня, все эти проблемы. Ну, вот сейчас Татарстан возьмет там себе суверенитета сколько хотим. То есть расслабились, все было хорошо. И вот пришел Путин, пришла его команда, да. Та же демократическая Россия, но сильная, мощная. И это сразу же началось противодействие. Как только Россия начала возрождать свое экономическое могущество, поставили вопрос о Евразийском экономическом союзе, сразу же тогда открыто все начали высказываться на эту тему, что не позволим, не дадим, это попытка воссоздать новый Советский Союз под другой маркой и так далее. И, естественно, появилась вот эта дуга, да, вокруг, восточное партнерство. Да, почему оно появилось? Да, понятно, бывшие постсоветские республики, да, нужно было оторвать, вывести из-под влияния Российской Федерации. Вот так мы и получили русофобию, и наша элита молдавская, прозападная получила финансирование, получила деньги. Вот они борются с русской, российской пропагандой. Я, честно говоря, не понимаю, с чем они борются, потому что российской пропаганды в республике Молдова нет. А вот сколько у нас работает западных НПО, сколько у нас западных телеканалов и так далее, он, ну, посмотрите просто программу, и тут нечего просто объяснять и говорить. Целенаправленная работа проводится. Своим своего рода подтверждением тому, что вы сказали, как раз, наверное, вот эта поспешность принятия закона о запрете телепродукции, которая выпускается странами, которые не подписали конвенцию о трансграничном телевидении. Ну, понятно, что мы не транслируем здесь телеканалы Монголии, например, Китая. Это нам неинтересно. Да, понятно, что это нацелено именно на российское телевещание. И поспешность продиктованным, мне кажется, наверное, и, так сказать, краткостью визита лидеров Демпартии в Вашингтон. Находились бы они там три месяца, возможно, три месяца бы, так сказать, шли бы дебаты в парламенте по этому закону. Станислав, здесь вот еще вот связка такая получается. Плохотнюк в мае летал, да, и помните, сразу пять российских дипломатов вы были. И потом вот эта история с Рогозином. Сейчас он опять слетал в Соединенные Штаты Америки. Ну, вот сразу же показали, в один день приняли этот закон, ударили всех кулаками. Вроде бы, видите, как мы... И вот это заявление с тем, что с российским влиянием покончили. Конечно же. Ну, вот в вашем названии, в названии вашей книги, русофобия, костяная нога западных элит, вот есть некий архаизм. То есть, ну, вот образ «костяная нога», мы понимаем, что это... Ну, с чем ассоциируется? Со сказками русскими народами? Баба Яга. Но это Михаил придумал. «Костяная нога». Почему именно это название, на чем оно основано? И есть ли продолжение вот этого названия в тексте книги? Как-то продолжена эта идея, может быть, или... Ну, развеете, во всяком случае, так сказать, наше любопытство? Я чуть раньше сказал, что мы попытались исследовать и разобраться в этом феномене русофобии не как проблемы этнического порядка, а как политической доктрины. И заглянули достаточно далеко, в тот период, когда Московское царство формировалось как самостоятельный геополитический игрок. Глубокий исторический экскурс. Конец 16-го, начало 17-го. Да, и, безусловно, конкуренция между державами существовала и тогда. Это, кстати, отголоски этой конкуренции можно найти в наших молдавских летописях, в летописи Мирона Костина 17-го века. И, безусловно, претензии тогда Речи Посполитой на доминирование в регионе, необходимо было как-то идеологически обосновать. И тогда вот первые, первые, так сказать, начатки некоего создания образа врага в лице православия, в лице православного царя, в лице, так сказать, народа, который населял те земли. Мы помним и смуту в московском царстве, и, так сказать, все перепитии, связанные с тем, как тяжело московское царство выходило тогда из этого всего. На протяжении веков в Европе были периоды, когда Россия и русские правители были чрезвычайно популярны. Тот же Александр I, освободитель. Его именем до сих пор названы проспекты во многих столицах Европы. Но вот этот комплекс бонапартизма, вот это вот желание отомстить за исчезнувшую на просторах России великую армию, которая несла какие-то не совсем, так сказать, четко обозначенные европейские ценности, потому что занималась грабежами, мародерством. Но, тем не менее, уже в середине XIX века эта концепция была идеологически оформлена Наполеоном III, племянником, внучатым племянником Бонапарта. Ему в этом поспособствовал небезызвестный Жорж Дантес, убийца Пушкина, который был его советником по русскому вопросу. Они очень быстро нашли общий язык с британскими русофобами, поскольку Британия страшилась как огня выхода России в Закавказье, конкуренции российского флота в мировом океане и, скажем так, выхода российского хлеба на мировой рынок. Поэтому постепенно и последовательно в течение нескольких лет создавался образ врага, дикого русского медведя. Европейского обывателя пугали новым татарским нашествием. Новые атилы, гунны, все сметают. Безусловно, использовали и разгром турецкого флота в Синопе адмиралом Нахимовым. Буквально цитирую парижские газеты того времени, что дикая варварская Россия сожгла цивилизованный турецкий флот в Синопе. Хотя мы знаем, что этот флот занимался работорговлей на протяжении веков. Это была уничтожена одна из крупнейших работорговых баз на Черном море. Кстати, потом, спустя годы, уже во времена генералиссимуса Сталина, он поставил вопрос перед Черчиллем о том, что все-таки надо бы как-то британцам закрыть. Да, и они дали юридическое обоснование, что таки да, что да, обосновано было это сражение. И потом, я помню, случилась Крымская война, когда вторглась эскадра, объединенная коалиция и так далее. Никто от этого не выиграл, все потерпели поражение, сотни тысяч, это первый прообраз мировой войны. А все случилось потому, что 1848 год, вал революции в Европе, манифест Карла Маркса, пролетариат растущий, элиты европейские не знали, как с этим справиться. Они чувствовали, что может прийти второй революционный взрыв. И рисуется образ врага, и уводится. Да, и уводится, и уводится. Сотни тысяч тех, кто мог бы выйти на баррикады, одевают в шинели, дают винтовки, пускают на восток. Это повторяется, повторяется каждый раз. Мы видим, что хорошо, уже не существовала империя российская. Существовала советская власть, новый проект социалистический, тем не менее, интервенция. Опять походы Антанты против уже советской России. Дальше мы исторически можем вспомнить 1941 год и вторжение этой фашистской армады. И уж говорить о том, как все эти Розенберги, Геббельсы и прочие отребья гитлеровские создавали стереотипы русофобские. Ну, оправдывая свои, в общем-то. То есть ничего нового не происходит, ничего нового не происходит, к сожалению. И мы видим, что сегодня опять, когда европейские, американские элиты находятся в кризисе, настолько находятся в кризисе, что американская элита не может никак принять президента, которого выбрала. На американский народ. Европа погрязла в каком-то хаосе мигрантов, терактов, экономических проблем, то ли санкции, то ли не санкции, не поймешь что. Конечно. И замеч, что во всем Россия виновата. Да, и опять мы видим, что вот эти все пронавтолининые страшилки времен Наполеона III, Гитлера и прочих русофобов достаются из арсенала. Вывешиваются как, так сказать, знамя, как лозунг, как новый образ врага. И очень бы не хотелось, чтобы мы опять исторически анализируя, ну, все-таки у нас есть основания думать, что, может быть, это снова подготовка к какой-то большой войне. Потому что, ну, не может так просто в мире накапливаться горы оружия и провоцироваться конфликты по всему миру в разных регионах, где, то есть, каких никогда до сих пор не было. И все это, опять же, под идеологическим обоснованием русофобии. То есть, это опасная политическая доктрина, которая исторически несет хаос, недоверие вражду и является подготовкой к какой-то очередной большой войне, которая позволит западным элитам удержаться у власти. Борис, вот вы историк, вы, в принципе, в всяком случае, мы от вас можем ожидать ответ на вопрос, почему история не учит в очередной раз нас, человечеству. Ведь нашествие французов закончилось там, где началось, в Париже. Да, в Париже. Фашистское вероломное нападение, да, тоже закончилось в Берлине. Почему? Продолжите. Ну, значит, здесь есть вот один такой важный момент. Ну, во-первых, русофобия – это традиционная идеология Запада по отношению к России. Без разницы, как бы Россия называлась. Московия, там, Московское царство, Российская империя, Советский союз, сегодняшняя Российская федерация, да. Вот, без разницы. Но политика одна и та же. И все это упирается, скажем так, ну, по большому счету, вся политика, вся идеология, она всегда упирается в базис, в экономику. Что из себя представляет на сегодняшний момент Россия и, в принципе, где-то 5-6 веков представляла из себя Российская империя, Советский союз и так далее. Во-первых, это самая большая страна мира. Больших всегда боятся, потому что они сильные. Это страна с самыми большими запасами природных ресурсов. Это на сегодняшний момент 50% мировых черноземов. Это 45% территории леса. Чувствуете, какие богатства? Это громадная страна, которая ограничит с 18 странами. Это многонациональная страна. Это многоконфессиальная страна. И на этой территории, Россия занимает 9 место по населению в мире, на этой территории живет всего лишь 147 миллионов человек. А 7% разведанных запасов нефти, 27% разведанных запасов газа. Шестое место по ВВП, шестое место по золотовалютным резервам. Вот что на сегодняшний день Россия. Ее бы давно уже раз задрали, расчленили бы, если это не была бы великая ядерная держава. И вот этот единственный фактор на сегодняшний день, современный империализм останавливает каких-либо прямых военных действий. Вот почему сегодня мы не видим, как говорится, ну говорят, вот смотрите, Третья мировая война и так далее. Третья мировая война, по большому счету, она идет в виде региональных конфликтов. Вот видите, подожгли Сирию. Вот эта арабская дуга Североафрики с 2011 года по сегодняшний момент. Это вот региональный конфликт, туда сбрасываются деньги, оружие, военно-промышленный комплекс и Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, европейский, богатеет на войне на чужом горе. Сейчас мы видим Дальний Восток, Северная Корея, опять как бы возобновляется эта проблема. Это все вот тот вот тренд. И пока у власти будут находиться люди, которые управляют военно-промышленным комплексом, которые от этого получают богатейшие богатства, до тех пор, конечно же, будут возникать вот эти проблемы. Ну а Россия, это вот та часть, которая на сегодняшний день как бы противостоит вот этому агрессивному Западу. Естественно, его нужно уничтожить, вот этого борца. Русофобия, это фактически ее яркое проявление вот в начале 21 века связано с тем, что демократическая Россия современная, но все надеялись, что вот развалили, добили и так далее. Нет, воспряло, да, как колос из пепла. И вот этот вот момент вот очень важен. И сегодня русофобия, это вот та мощнейшая информационная гибридная война, которая идет в мире, которую начали в первую очередь западные страны, Соединенные Штаты Америки. Ведь у них появились первые информационные войска в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в Германии. И уже потом Российская Федерация тоже начала у себя это формировать. Ведь сегодня не обязательно разбомбить страну. Можно идеологически разложить, можно экономически уничтожить. Поэтому вот всякие санкции, эмбарго появляются и так далее и тому подобное. А идеологически, посмотрите, что нас разлагает. То, что нас объединяет бывшие советские республики, да и наш молдавский народ, это что? Это память о той великой победе, да, в Великой Отечественной войне. Это общая наша победа. Это наши общие корни православия, да, наша религия, это духовные те скрепы, которые нас объединяют. Почему идет борьба против так называемого русского мира? Тут многие раздвигают пальцами, что такое русский мир, если представляют, мы не понимаем. Чего тут непонятного? Это то громадное евразийское пространство, которое цивилизационно обустраивала столетиями Россия. Да, вот это и есть вот этот русский мир, вот этот евразийский мир. Вот, опять-таки, мы упираемся, вот чисто исторические корни, ну, опять-таки, они завязаны на экономике. Прежде всего, взять, поделить, и вот все высказывания западных, вот последние где-то лет 5-6, если мы посмотрим, там, да их там много, Збигни Лобжезинского возьмите, Хиллари Клинтон, Кандализа Райс, Фридман, Джордж Сорос, Маргарет Олбрайт, Тереза Мэй. Они что, все вот хором говорят, несправедливо у России такие богатства, надо вот как-то взять для того, чтобы весь мир попользовался. Да, вот взять, забрать и поделить. Вот причина. Ну, ведь, я думаю, что даже у элит, которые продвигают идею русофобии, как одно из таких передовиц в геополитическом столкновении и в продвижении своих интересов, есть понимание того, что, да, история развивается по спирали, и когда будет исчерпан весь механизм давления на Российскую Федерацию посредством гибридных войн, информационных атак, давления через Международный Олимпийский комитет, через любые другие организации, через санкции, через экономику, когда это все будет исчерпано, а в России, в общем-то, все останется как есть, конечно, станет, вот эта политическая западная элита станет перед выбором, нажимать на кнопку или нет. Ведь есть понимание, должно быть понимание, во всяком случае, что это... В том-то и дело, что они боятся нажимать, поэтому и идет вот эта гибридная информационная война. Но когда будет исчерпан, должен быть все-таки страх, что, в принципе, остановиться надо где-то, потому что сегодня Третья мировая война, это война на уничтожение цивилизации целиком. Да, конечно, и все понимают, что ответ последует обязательно. И даже, то есть, ответ, в принципе, не обезопасит никого, просто здесь будет поставлена точка, которая завершит историю человечества, и неизвестно, что будет на месте. Поэтому пьянство, алкоголизм, наркотики, вот эти все сексуальные проблемы, нетрадиционные, поэтому уничтожение авторитета православной церкви и многое-многое остальное, вот что оно к нам приходит с Запада. И, конечно, мы это не воспринимаем, в том числе в нашем молдавском обществе. Ну, нам говорят, вот вы не европейцы, вы не цивилизованные, да, вот все бы хотели, чтобы мы ходили с балалайками, с усайками и в Киржево-ЦПА. Ну, Михаил, вот вы писатель где-то сродни, наверное, такому врачу. То есть, если врач лечит наши физические недомогания, то писатель, он обращается к душе, к сознанию. Вот вы вместе с Борисом, будем говорить так, препарировали вот это явление русофобии. Вот понятно, что вскрывается когда-то алиная язва, мы видим ее содержание. Вот содержание русофобии, методы использования этого приема, и они везде одинаковы, вне зависимости от того, в какой стране это происходит. Либо есть какая-то, может быть, какая-то особенность, вот внедрение русофобии в Молдове, русофобии в Литве, Польша там со своим, там, наверное, не надо внедрять, но там, так сказать, эти бедные поляки рождаются на генетическом уровне. Ничего не хочу сказать плохого в адрес своих польских родственников, но тем не менее. Вот хотелось бы понять, что удалось извлечь, работая над этой книгой. Я вам открою такой интересный факт, который в книгу не вошел, но в процессе работы обнаружился. Есть в мире регионы и страны, где нет русофобии вообще. Потому что они ничего не знают о России, или может быть, они не боятся. Нет, они не знают. Вот Куба, Куба, например. На Кубе нет русофобии, в Никарагуа нет русофобии. Вообще в Латинской Америке как-то такой русофобии. Во Вьетнаме нет русофобии. То есть это подсказывает нам такой вывод, что все-таки русофобия – это искусственно созданная и навязанная политическая доктрина в основном постсоветскому пространству и в Восточной Европе. Потому что мы все пережили определенные… Мы все связаны общеисторической судьбой, если можно так выразиться. И мы все пережили общеисторические трагедии, связанные и с какими-то потрясениями, с какими-то разрушениями государств, созданием новых государств, коалиций, Первой мировой войны, Великой революции 1917 года, Второй мировой Великой Отечественной войны, дальнейшего существования стран социалистического пространства, разрушения этого пространства. И на всем этом историческом отрезке, который занимает не одну сотню лет, фактор русскоязычия или церковно-славянского православного русскоязычия играл очень важную роль, взаимобогачающую и служил фактически языком межнационального общения на огромном пространстве, скажем так, от Константинополя до Москвы. И сейчас предпринимается попытка, вот так, чтобы было понятно, вот существовал какой-то реактор, в который были вставлены стержни этого православия. И в этом реакторе происходили какие-то реакции, выделялась энергия, не всегда положительная, но в основном положительная. Сейчас эти стержни пытаются вынуть, так, чтобы вот все это активное пространство умерло. Или вставить свои стержни, которые, ну, совершенно не согласуются с этим пространством, то, что мы видим в Украине, что происходит на Украине. И поэтому для нас очень важно понимать тот факт, что на протяжении веков фактор сотрудничества и развития опирался на русскоязычие. Когда молдавский господарь Василий Лупу торговал с Литвой, с Амстердамом и с Москвой, то, соответственно, конечно, на московском направлении у него были люди, которые знали русский язык. А Москва через Василия Лупу решала свои вопросы в Стамбуле. И это все происходило не умозрительно, не просто потому, что так хотелось кому-то исправить, а за этим стоял глубокий и серьезнейший смысл. Потому что расчищались торговые пути, гарантировалась свобода торговых, так сказать, и безопасность. Соответственно, караваны шли, товары перемещались, люди богатели и в тех, и в других странах. Уровень жизни, безусловно, рос. И особенно, когда это все опиралось на авторитет какой-то очень сильной власти. А сильная власть в московском царстве уже, начиная со времен Петра Великого, она становилась все сильнее и сильнее. И, естественно, те малые народы и страны, которые попадали в орбиту этой власти, они, соответственно, получали какой-то импульс к развитию. И защиту. И мы это можем проследить на каких-то экономических данных. Когда Грузия попросила российского подданства, когда Армения вошла в состав России, когда в результате наполеоновского нашествия в 1812 году Молдавское княжество оказалось разорванным на две части, потому что Кутузову пришлось поставить точку в договоре не на Дунае, а на Пруту. И дальше он уехал командовать русской армией. Но эта территория, которая называлась потом Бессарабская губерния, какое развитие было здесь с 1812 года? Это же невозможно скрыть и спрятать. И это развитие опиралось на русскоязычие. Да, наверное, были какие-то издержки на этом пути, безусловно. И исторически мы знаем, что русофобия 20 века, так называемый антисоветизм, она опиралась на эти издержки, на те трагедии, которые были присущи и временам гражданской войны на территории Российской империи, и временам строительства, индустриализации, становления советского проекта, культа личности каким-то дальнейшим периодом, которые можно рассматривать комплексно, и видеть в них то историческое, целое и большое. А можно выдергивать то трагическое и придавать этому какой-то сакральный гипертрофированный характер, что, собственно говоря, и применяли русофобы на протяжении нескольких десятилетий, уже упомянутый моим соавтором Борисом Шаповаловым-Бжезинский. Его первая диссертация была защищена именно на эту тему, на тему взаимоотношений, так сказать, между этносами и малыми народами СССР, и нахождение каких-то слабых и уязвимых мест в этих отношениях. Поэтому русофобия – это тот инструмент, который погружает нас в хаос, который создает недоверие и так или иначе, но в любом случае, бьет по благосостоянию людей, потому что невозможно отрицать очевидного. Как я уже говорил, невозможно отрицать той значительной, я бы даже сказал, громадной роли церковно-славянского православия, русскоязычия, которая присутствовала и присутствует здесь по сей день. Если мы в Академии наук нашей в архивах, в румынских академических архивах подымем документы исторические молдавского княжества практически до середины XIX века, они все написаны на кириллической церковно-славянской графике. И поэтому их очень легко читать человеку, который знает русский язык. И поэтому любой молдаванин, существующий в православной традиции, он может рождаться без знания русского языка, но попадая в русскоязычную среду, усваивает его мгновенно. Вот мои российские коллеги очень удивлялись, говорили, блин, ну что ж такое? Вот молдаванин это практически человек, который от рождения знает русский язык. И когда вот им объясняешь эти вещи, тогда, конечно, все становится понятно. И вот именно по этому аспекту и наносят удар те, кто стремится превратить наши территории, пространство в некий новый неоколониальный заповедник. То есть резерв дешевой рабочей силы, место, где, так сказать, будут консолидированы сельскохозяйственные площади для приобретения новыми латифундистами XXI века, либо, если не получится, значит, это как некая свалка для отходов того золотого миллиарда, который они... Сейчас мы тоже наблюдаем некоторую такую свалку продуктов, которые свозятся в наши магазины. Мы не являемся страной, в которой демонстрируются лучшие бренды, новинки, автопрома. Но не это, наверное, все-таки главное. Если происходит борьба, которую мы называем русофобия, то есть она против, ну, возьмем, допустим, какой-то антоним, русофильство. То есть получается, что... Появился новый термин, русофрения. 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 Да, в 2015 году... Болезнь. Это синоним русофобии. Да, Макдональд. Он где-то десяток лет работал в Российской Федерации и проанализировал, что его западные коллеги начали, ну, писали за этот промежуток времени о России. Так, русофрения, о чем он говорит? Что это больной, ну, конечно, в кавычках, человек, который более западной пропагандой, который, с одной стороны, представляет, что Россия, вот она загнившая, вот она распавшаяся, но ее же рисуют там одни пьяницы, алкоголики, медведи и так далее, да. А с другой стороны, она такая страшная, что завтра всех завоюют или вот в первую очередь, вот, ну, прибалты этого боятся, там, поляки этого боятся и так далее. То есть, действительно, русофрения, да. С одной стороны, Россия разложилась, да, а с другой стороны, они сильные. Станислав, можно я вот как-то, вот мы затронули этот вопрос об особенностях русофобии у нас в Республике Молдова. Особенности русофобии Республики Молдова, это соединение русофобии с агрессивным румынским унионизмом. Вот это прежде всего, вот это та особенность, которая у нас есть. Вторая особенность, это мощная фальсификация нашего общего исторического прошлого. Ведь смотрите, фальсифицируются все рубежные даты, вот, нашей недавней истории, ну, берем два последних столетия, да. Что, прежде всего, и тут, как говорится, разные точки зрения. Унионисты говорят одно, а молдовинисты и государственники говорят другое. Ну, берем 16 мая 1812 года Бессарабский, вот, Бухаренский мирный договор, по которому вот эта территория отошла в состав Российской империи. Михаил уже сказал, да, сначала планировалась граница по Дунаю, потом по Сирету. И Александр I Кутузова проинструктировал, никому не говорите, но самый крайний вариант граница по пруту. Все зависело от, ну, когда уже стало точно известно, что вот Наполеон стоит уже, 600-тысячная армия на Немане, да. Да, заключай, уже соглашайся на это. А так бы мы были в рамках того большого молдавского княжества, а может быть вместе и с Валакией, вот, в рамках Российской Федерации, наверное, история сложилась бы по-другому. Сегодня тема разофобии рассуждали бы в Бухаресте. Да, да, да. Вот, так вот, вот эта дата. Потом 2 декабря, вот мы отмечали столетие провозглашения Молдавской демократической республики. Ведь это действительно было, да. Вот, потом трагическая дата 27 марта 1918 года, вот это предательское решение с Фатулцерией, но оно было принято под дулами румынских винтовок и пулеметов. Да, часть депутатов была расстреляна, часть репрессирована. Надо правду говорить о том, как это было. Потом 24, ой, 12 октября 1924 года Молдавская автономная советская социалистическая республика. 28 июня 1940 года, но надо правильно говорить, СССР вернул то, что ему исторически принадлежало. По всем международным договорам. Да, и Румыния сама вывела войска в течение двух дней, и никто в Европе за нее не заступился. Нет, почему? Потому что юридическая правда и историческая была на территории Советского Союза. Потом, извините, вот я когда смотрю вот эти интерпретации, 22 июня 1941 года. Румынская армия вместе с немецкой армией здесь и с венгерским корпусом перешла границу на пруту. Ну ладно, хорошо, вы там типа Бессарабию хотели себе вернуть назад, но получили области по Южному Богу, дошли две армии под Сталинград, их там разгромили полностью. Да, и 124 августа униянисты говорят, ой, это день оккупации Молдовы. Да подождите, это день освобождения от фашизма. Румыния празднует 31 августа, день освобождения от фашизма, а наши униянисты говорят, нет, это день оккупации. Ну вообще с ума сойти можно вот с этой интерпретацией. Ну и, конечно, последняя же дата, это 27 августа 1991 года, да, про возглашение нашей молдавской независимости, но современного нашего молдавского государства. Ведь униянисты говорили, ой, это временный вариант, не имеет там шансов на выживание, они сегодня об этом говорят, да. Но вот мы есть, мы существуем, мы признанные организацией объединенных наций, мы этим должны гордиться, не надо от этого отказываться. Вот соединение вот этого агрессивного унианизма, да, с русофобией, оно очень ярко у нас выделяется. Ну и теперь, вы знаете, вот Михаил затронул насчет хаоса, да, очень интересную мысль, я могу процитировать, для того, чтобы телезрителям было понятно, почему сегодня русофобия у нас так бурно развивается на территории Республики Молдова, и почему наши, зависимые от западных кредитов и грантов, молдавские власти, вот, подвержены этой русофобии, почему они ведут такую неприличную, я бы даже сказал, ну, подлую политику по отношению к своему стратегическому партнеру, каким всегда являлась Россия для Республики Молдова. Я хочу привести высказывание знаменитого Джорджа Фридмана, директора, известного директора Стретфора, это теневое центральное разведывательное управление, которое раскрывает вот все скобки и ставит точки вот по этому вопросу. Слушайте внимательно. Молдова – это часть плана по созданию санитарного кордона вокруг России. Это территория, которая через некоторое время должна стать горячей точкой, важным элементом по созданию большого хаоса на границах России. Его кто-то тянул за язык? Нет, он сам это сказал. Вот она причина, вот она политика Запада, и вот наши все проблемы по Приднестровскому урегулированию, почему не дали подписать план Козыка, вот они вот эти вот проблемы, связанные сегодня с той ситуацией на Украине, нагнетание вот этой напряженности, все эти вопросы, связанные с языком, с ограничением телевещания, то есть фактически запрет свободы слова, то есть скрыть эту информационную среду, которая правдивая. Ну, 21 век – это уже невозможно. Тут вот много можно говорить, но я вот хотел бы подчеркнуть вот этот вот аспект. К сожалению, сегодня выполняется, скажем так, запас, заказ, ну, агрессивного западного империализма в данной ситуации. Да, и на территории нашей страны. Да. Вот такой вопрос. Вы достаточно широко представили эту книгу. Вот как она принималась вашими коллегами, теми, кто читал книгу, кто знакомился, и где вам удалось ее представить? Ну, книгу-то, в общем, ждали, наверное, можно и так сказать, потому что люди сейчас информированы, образованы, особенно люди, которые активно интересуются событиями, обладают каким-то самостоятельным мнением, людям, которые видели, как оно было, как оно может быть, и люди, которых, неважно от их национальной принадлежности, беспокоят будущее этой страны, потому что им хочется, чтобы здесь жили их дети, внуки, и чтобы эта страна ни в коем случае не становилась полем битвы каких-то частных военных компаний, или еще бог весь знает каких-то непонятных тенденций, которые в сегодняшнем мире так вот из рукава, как фокусники достают, те, кто сеет хаос и разрушение по всему миру. Поэтому книга воспринимается хорошо, книга нами раздается, прямо скажем, мы ее не замышляли, как коммерческий проект. Эта книга есть и сегодня в библиотеках русскоязычных нашей страны. И на юге мы успели побывать, в Камрате и в Чадерлунге. Там наши, так сказать, как они себя называют, краеугольные камни молдавской государственности. Наши друзья Гагаузы ее восприняли очень хорошо. Даже предлагают продолжить там у них серию презентаций в каких-то уже отдаленных от, сказать... От столицы автономии на местах и местных пунктах. Да, в субботу мы встречаемся с общественностью города Бельцы. И там у нас будет мероприятие тоже. Так что, в целом, книга, я думаю, оказалась ко времени и к месту. Тем более, что у многих людей как-то все это, может быть, присутствует в виде каких-то разрозненных фактов, в виде каких-то эмоциональных реакций на происходящее. И здесь у нас все последовательно по главам. Исторические аспекты, политические аспекты, аспекты, связанные с научным анализом того, что представляет из себя эта политическая доктрина. Борис Андреевич уже успел побывать в наших российских... Ну, давай, я расскажу. Ну, Михаил, он немножко скромничает здесь, говорит, на севере, там, в Молдове, на юге и так далее. Ну, во-первых, прошло две большие презентации здесь в Пишиневе. Во-вторых, мы в ноябре месяце ее презентовали в Москве. То есть, в Институте стран СНГ там была большая аудитория, много специалистов. Они сказали, ну, уникальное, во-первых, издание, во-вторых, ну, я могу вот так вот скромно сказать, что, наверное, вот соединение писателя и политолога, да, то есть, вот публициста и ученого, ну, позволило сделать очень читаемый такой для обычного человека формат, который вот берешь, читаешь, и тут все ответы на все вопросы. Вот, это одно. Второе, сегодня очень многие люди говорят, давайте еще, то есть, говорят, давайте дополнительный кираж и так далее, потому что тема очень злободневная, она, вот, я ее показываю, она очень такая важная. И я, ну, если позволите, хочу вот подчеркнуть один момент, насколько эта книга востребована и насколько она важна. Дело в том, что вот эту книгу, ее издание приветствовал и поддержал президент нашей страны, Игорь Николаевич Дадон, он написал вступительное слово к этой книге, это усиливает, наверное, наш скромный авторский труд с Михаилом. Почему? Потому что это позиция главы государства, человека, который по конституции определяет внешнюю политику этого государства. Понимаете, это позиция человека, который не постеснялся вот в этих сложных политических условиях, не побоялся высказать эту позицию, его вступительное слово называется «Наш путь вместе с Россией» и заканчивается «У Молдовы есть будущее вместе с сильной Россией» Игорь Дадон, президент Республики Молдова. То есть это говорит о том, что русофобия сегодня, к сожалению, у нас в Республике Молдова вышла на государственный уровень и, к сожалению, она с подачей нашего правящего большинства сегодня стала частью государственной политики нашего современного молдавского государства. Это, конечно же, беспокоит массу нашего населения, это беспокоит людей, это беспокоит, конечно же, соседей Республики Молдова, потому что проблема, она действительно очень серьезная. Хотелось бы, чтобы мы развивались на этой земле мирно, без всяких вот таких вот идеологических, тем более каких-то военных противостояний. И вот поэтому появилась эта книга, поэтому она и востребована. Спасибо большое вам за этот разговор и, конечно же, огромная благодарность за эту книгу. Я думаю, что ваша работа будет продолжена не только написанием новых трудов, но и тем массовым прочтением этой книги для того, чтобы помочь каждому из нас в тот резонанс, который звучит сегодня в душах, чтобы он обрел более конкретное звучание, чтобы подковались с точки зрения и исторической фактологии, и с точки зрения политической действительности сегодняшнего дня, пониманием того, что сегодня происходит, от чего, где берут корни вот эти негативные процессы, которые остро влияют на внешнюю политику нашего государства, на восприятие нашего государства внешними партнерами, и это было бы важно, чтобы вот эти стереотипы, которые сегодня так нам жестко навязаны нашему народу, разрушались и, во всяком случае, не привязывались, не множились в поколениях, а находили такую, знаете, достойную защиту, достойный отпор, точнее, в этим всем стереотипам. Спасибо за эту работу и спасибо за беседу. Будем с удовольствием вас ждать нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях были авторы книги под названием «Русофобия. Костяная нога западных элит». Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...